МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все-таки делают автобизнес в городе Магнитогорск. Мне чем-то напоминает Мадагаскар, место, где живут обезьяны. Вот только люди начали заниматься автомобилем, вроде дело пошло, и хлоп, появляется очередной дилер. Это все то же самое, что и автостоп. Все круто, да, но вот появляются клонированные автопередачи. Да, ну и Господь с ними. Но эти клонированные передачи не отличаются тем качеством, которое было и есть у автостопа. И с автостопом работают только проверенные фирмы. И сегодня очередной автомобиль от наиболее проверенной фирмы, от Уралавто, что на советской 32-1. Чем мне так вот нравятся автомобили Киа, и почему я так неравнодушен корейцам? Дело в том, что я на примере уже пяти лет смотрю, что такое из себя представляет Корея. Корея сейчас, ну скажем так, уж очень наступает на пятки, или даже в некоторых случаях вытирает ноги от представителей европейского автопрома. И Корея, а именно то, что привозит Уралавто, это в основном ориентированные на Америку автомобили, высококачественные. По ценовой категории они вполне доступны. И в некоторых своих комплектациях они переплевывают и японцев, кстати. Почему? А потому что, вот она, великая корейская мудрость. Надо посмотреть, подумать, а потом сделать. Сделать автомобиль Киа Каренс. Автомобиль, который я облазил с ног до головы. Это, опять же, специфика автостопа. Автомобиль, который подходит в разряд минивэнов, но чуть-чуть меньше, чем минивэн, но, тем не менее, полностью трансформированный салон с тремя рядами сидений. И я, мальчик, ну скажем так, метр семьдесят пять. Так вот, для девочек и для мальчиков метр шестьдесят на третьем ряду сидений вместе с подстаканниками вам места будет достаточное. И влезть туда тоже можно спокойно. А так, трансформация салона и настолько хорошо продуманная, что даже подголовники крепятся к спинке задних сидений. Машины комплектуются абсолютно по-разному, но во всех машинах, даже если это механка, даже если, ну скажем так, база, это климат-контроль, кондиционер, это по умолчанию. Что машина может на двухлитровом двигателе с мощностью 145 лошадиных сил? Да, она может ездить и при этом не кушая бензин. А это очень актуально для такой недешевой по бензину страны, как Россия. В принципе, конечно, бензин стоит столько же и в Америке, но в Америке несколько другой уровень заработной платы. Итак, для кого предназначены корейские автомобили? Ну, разумеется, это тот человек, кто поездил на отечественной машине, пересел на праворукового японца и понял, что леворукий он не может себе купить никогда. А по фаршу сейчас кореец это то же самое. Два аэрбэга, ESP, пожалуйста, отключаем ее. Коробка-автомат. Ну, не хотите коробку-автомат, есть и механка. Три года гарантии или 100 тысяч километров пробега. Сервис, все это здесь и сейчас, в Магнитогорске, советская 32.1. Огромный ассортимент автомобилей, включая от малолитражек до серьезных рамных джипов, где был я раньше, называется. Так вот, приезжайте, выбирайте. Выбор корейского автопрома. Это для тех, кто ценит качество за недорогие деньги. Редактор субтитров А.Семкин